Экс-главком ВКС в составе парламентской делегации отправился в Израиль. В Израиль после визита делегации Минобороны этой страны в Россию прибывает делегация из Москвы. По некоторым данным, в состав делегации вошли представители российской законодательной власти. Речь идет о Константине Косачеве и Викторе Бондареве. Первый является главой Сенатского комитета по международным делам. Второй, экс-главком ВКС, председательствует в Комитете по обороне. По заявлениям израильских СМИ, Константин Косачев и Виктор Бондарев проведут встречи с представителями Израильского парламента, Книсета. В частности, запланированы переговоры с главой законодательного органа Израиля Юлием Эдельштейном, а также с членами Комитета по международным делам. Напомним, что серьезное похолодание отношений между Россией и Израилем возникло в связи с трогидией с самолетом радиоэлектронной разведки, когда погибли российские военнослужащие. Россия обвинила израильских летчиков в провокации. Израиль продолжает отрицать свою вину в случившемся, заявляя, что во время нанесения удара по ИЛ-20 ВКС РФ-4 и их F-16 уже находилась в воздушном пространстве Израиля. Также власти Израиля утверждают, что по специальному каналу связи российские военные были предупреждены более чем за час до того момента, когда ЗРК С-200 ПВО Сирии нанес ошибочный удар по российскому самолету. В России настаивают, что Израиль направил предупреждение о своей операции за минуты до трагедии. После продолжительного периода времени израильская делегация была принята в Москве. Как сообщили СМИ, сторонам удалось достигнуть компромисса в плане будущего взаимодействия в Сирии с целью предотвращения инцидентов в воздушном пространстве САР и на подлётах к нему. На этом фоне Россия и Израиль обменялись демаршами в ООН. Россия на ГООН не поддержала американскую резолюцию с осуждением Хамас. Израиль проголосовал в поддержку украинской резолюции по Крыму. Теперь Израиль предъявляет претензии Москве за то, что та пригласила для осуществления визита главу Хамас Исмаила Ханию. В общем, вопросов для обсуждения немало.